Музыка Вы как владелец фабрики пирамиды, изготавливающей все для бильярда, какой срок эксплуатации бильярдных столов? Вопрос интересный, конечно, как к нему относиться, но на самом деле стол, он может служить вечно. На нем только периодически нужно менять сукно. Это в клубах делается примерно раз в год, а то и раз в полгода, в зависимости от амортизации. А дома у себя, где-то в коттедже, могут менять и раз в пять лет. Какая идеальная высота, идеальное расстояние между столом бильярдным и светильником над столом? Да, хороший вопрос, потому что бывает, что низкие потолки, и некоторые переживают. На самом деле, можно выйти путем плоского светильника. Сейчас есть и такие необязательно большие плафоны. На самом деле, расстояние 90-метр до полотна, от края светильника. Хочу пожелать всем больше находить время на тренировке. Конечно, я понимаю, что все загружены. И красивых шаров. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, если человек может контролировать свои эмоции, не нервничать, тогда игра пойдет, все будет хорошо. Но это очень тяжело, потому что соревнования, действительно, игроки все профессиональные практически, очень красиво они играют, мне было тяжело сопротивляться, но все-таки нормально я играл. Но, конечно, в итоге проиграл, так как я всего полтора месяца играю в русском бильярде. Да, но все хорошо будет. Действительно, спорт усиливает силу воли человека и, конечно, эмоции. Это адреналин.